здравствуйте друзья с церковным новолетием вас или по-простому с новым годом только что буквально вернулись из курской белгородской области с очередной поездки пишемся с колес так что настроение радостное не то что как иногда когда возвращаешься из москвы за эти две поездки в курскую область которые нам удалось осуществить за последний месяц с вашей помощью было собрано почти два с половиной миллиона рублей на которых закуплены дроны рэбы детекторы дронов антитепловизационные накидки сбросы и многое многое другое помогли шести подразделениям воюющих на самых горячих направлениях в том числе двум подразделениям весьма серьезно кроме того привезли массу сеток накидок для снайперов нашлемников и прочего от наших мастериц из строя сергией приморской пустыни и большой грузовик еды белья одежды и всего самого необходимого для мирных жителей из пострадавших районов курской области так что в начавшемся продвижении наших парней на курском направлении есть и наша с вами небольшая заслуга и от этого конечно на душе приятно но еще сто крат приятнее от общения с людьми которых удается встретить во время этих поездок люди действительно удивительные это не только военные но и гражданские так например ваш покорный слуга в эту поездку открыл для себя замечательную актрису и певицу анну артамонову многодетную мамочку красавицу которая поет замечательные песни и постоянно ездит на линии боевого сокоприкосновения поддерживать наших парней а еще замечательные ученые с которым мы виделись на белгородском юридическом форуме студенты в том числе из суджи и других пострадавших районов еще много много удивительных людей да и сама наша русская природа которая рождает таких гениев как лесков толстой тургенев все эти места проезжаешь по дороге на юг а также все три главных поля ратной славы россии и куликово поле и парадинская и конечно прохоровская обычно на их посещение нет времени всегда летишь с гуманитаркой мимо в этот раз повезло потому что одно из мероприятий белгородского форума проходило как раз на прохоровском поле и вот на фоне всех этих позитивных эмоций каким-то досадным недоразумением и странным эпизодом представляются многие новости из столиц начиная от скандалов с шаманом с его безумными гонорарами которого сняли в регионах из-за возмущения народа а также нарочито скандальные свадьбы предпринимателя константина малафеева сополномоченный по детям львов и беловой которая вызвала у многих возмущение именно своей нарочитостью потому что и константин валерьевич и мария львова белова известны как люди которые позиционируют себя как защитники традиционных устоев традиционных духовно-нравственных ценностей и заканчивая разумеется глобально вредными инициативами вроде активности главы цб набиуллиной которая опять повысила ключевую ставку в преддверии визита в россию своих хозяев из мвф а деятели из госзнака тут же завели дискуссию о необходимости отмены наличных 2030 году это конечно и странный проект по тестированию женщин на фертильность в москве что является ничем иным как подготовка к внедрению социального рейтинга и вялые попытки роспотребнадзора опять разгонять к видобесе или что-то подобное и много чего еще на самом деле все это конечно очень серьезно и не случайно святейший патриарх открыто заявил об исполнении апокалиптических пророчеств кстати на общем фоне порадовал президент путин который после того как приложился к мощам святого благоверного князя александра невского в петербурге наконец произнес достаточно жесткие слова в отношении руководителей четвертого рейха а именно заявил о том что дискуссия о возможности ударов западным оружием по материковой россии это по сути казус были то есть прямое вовлечение запада в войну с россией симптоматично также что путин не только сказал но и отменил свой уже подготовленный и анонсированный визит в стамбул под предлогом того что турки не дали сопровождать президентский борт российским истребителем так что в результате вот этих заявлений даже у маска возникли нехорошие предчувствия и возможно кого-то на том берегу атлантики эти слова сдержали от каких-то провокаций и все же вернемся к новому году с которого начали как сказал нам один военный разведчик воюющий на кореневском направлении как говорят сейчас в войсках война закончится либо в этом году либо 2030 подразумевая либо договорняк либо глобальную войну и это правда особенно если под войной понимать не только непосредственные боевые действия на ограниченном участке но и разгон ковидобесия или каких-то подобных проектов и тотальную цифровизацию и прочие проекты глубинного государства которые нам готовят эти вот мировые олигархи сатанисты которые планируют собраться уже меньше чем через две недели в нью-йорке на очередной свой шабаш и на чьи рекомендации до сих пор ориентируются все наши набиулины и им подобные но мы с вами будем сопротивляться и обязательно победим так как всегда побеждали наши предки даже в самых казалось бы невозможных и тяжелых обстоятельствах кстати интересное наблюдение нам пытаются подсунуть вместо русского медведя чебурашку вот этого забавного вроде как безобидного андроида с большими ушами но зря некоторые думают что попытка вот такой вот трансформации медведя в чебурашку удастся россии вообще территория чудес и вашему покорному слуге приходилось неоднократно видеть в том числе и в ходе нынешних поездок фигуру чебурашки прикрепленную к форме самых отважных и отмороженных в хорошем смысле бойцов но чудеса случаются с божьей помощью их нужно только заслужить и в какой-то момент русские чебурашки могут проснуться и снова стать медведями а медведь он такой терпит терпит а потом как даст лапой и снимет скальп оставайтесь с нами и с новым годом